Нина Ивановна Дашко Здравствуйте, Нина Ивановна. Здравствуйте. Поздравляю вас с юбилейной, 20-й победой, с чемпионством. Как настроение, как впечатление? Спасибо. Настроение прекраснейшее, потому что очень важна и нужна была нам победа, потому что в прошлом году мы проиграли. А в этом году очень хотелось выиграть, потому что знали, что сильнее. Вот и победили. У вас довольно такой напряженный график именно в индор-хоккее. Все проходит очень быстро, и тренировки, и сами соревнования. Как готовились к чемпионству, скажем так, к победе? Готовились, как к ней шли? К чемпионату по индор-хоккее мы готовились в ноябре месяце. В основном у нас тренировки проходили в Озерном, в санатории Озерном. Там мы, правда, не отдыхали. Там единственный зал, где нам разрешили играть, тренироваться, повышать свою технику. И вечером тренировались в манеже стадиона Неман, в лихоатлетическом, там где бегали кроссы. Ну и готовились к физподготовке. Тренажерный зал. В основном вся подготовка проводилась в санатории Озерный. А сложный чемпионат? Все-таки 9 команд? Ну, я бы не сказала, что очень сложный чемпионат, потому что первый тур, который проходил в декабре месяце, мы провели не с очень сильными командами. Вот второй, третий тур, там уже посложнее было, и потому такие запоминающие не были. Ну, а как в целом можете охарактеризовать соперника своих? В чемпионате республики приняли участие 9 команд, из которых Гродно, Минск, Смолевичи выставили по 2 команды. Потому что мы очень хотели проверить своих дуплеров, которые уже, я думаю, немножко засиделись на вторых ролях. И вот они вместе с тренером Киселевым Александром Ивановичем доказали, показали свой класс и, выиграв с Малевичем, заняли третье место в бронзовой медали. Ну вот, дублеры еще чуть потренируются и первый состав могут затметь. Я тоже так думаю. Самое главное, что у них есть цели и задачи, и как этот чемпионат показал, что они очень хотят этого. Ну вот, они хорошо выступили. Бронза для, скажем так, дублеров – это очень хорошее место. Кого-нибудь приметили для главного состава? Ой, приметила, но только не скажу, потому что перестанут еще тренироваться. Пусть тренируются, они и сами это знают. Есть несколько фамилий, которые на карандаше, да? Ну, будем надеяться, они перейдут и в следующем году тоже хорошо выступят. И первый состав, и второй состав. Как в общем вы можете оценить подготовку белорусских спортсменов в целом? Вот, мы, когда начали готовиться к чемпионату республики, мы участвовали в международном турнире «Подмосковные вечера». Это традиционный турнир. В прошлом году мы проиграли, в этом году выиграли. И потому вот начало это было очень важное. Именно поднять бойцовский такой дух, дух победителя у девчонок, поднять настроение им. Ну, и они сами почувствовали вот эту победу. И потому и чемпионат так, ну, нелегко, но с такой самоотдачей, с такой, можно сказать, жертвенностью, они все-таки выиграли его. Давайте вернемся к чемпионату. Первые два тура, как можете их оценить? Первый тур, можно сказать, такой проходной был, потому что там команды были представлены всеми хоккейными регионами нашей республики. Вот. И команда «Орши», она только как бы начинает тренироваться именно в этом виде спорта, как индор-хоккей. И потому им немножко сложновато, например, с нами бороться. Вот. С минской командой, со смолевической командой. Ну, там есть очень хорошие девочки, которые тоже зарекомендовали себя. Я думаю, что некоторые тренеры даже посмотрели на них, может быть, даже пригласят в свою команду. Вот. Так же, как и Смолевичи, которые выставили вторую команду, которые тоже, это как бы на уровне детской спортивной школы. То есть первый тур это прошел как бы без особых усилий для нас. Вот. Второй тур мы уже играли с нашим основным соперником, минской командой. И тут особенно хочется подчеркнуть о том, что наш капитан Ольга Шентай получила травму накануне второго тура. И не участвовала она во втором туре. Но это не помешало победить. Не помешало победить, потому что девчонки поверили в себя, поверили в то, что они могут. И так, и вот даже когда складывалась игра, мы первые 20 секунд сразу забили нам гол. Вот. Мы ответили. После подачи Маши Голюновской забивает Настя Томаль. Вот. Потом забивает Света Богушевич. И пошло, пошло, нас понесло. И мы начали забивать. Там Вероника Пехтерева забила свой гол. Штрафно-углового. Вот. Оля Хамку дала передачу. Надя Силицкая. Надежда Силицкая забила один мяч, а потом еще свой мяч забила. Ну, в общем, я же говорю, так очень хорошо пошло, что и получилось, и в защите великолепно сыграли, и исполнительское мастерство в нападении. Они показали себя, девочки, и все, что хотели, что летело в ворота, они все забили. И потому и выиграли с таким счетом 6-3. В третьем туре вы встречались, опять же, с Минском. В этом матче решалось многое, решалось чемпионство. Сложно было готовиться? Сложным был матч? Немножко сложно было готовиться, потому что наши девчонки-сборницы, которые участвовали в чемпионате Европы, они уехали на сбор, а мы поехали на спарринг по приглашению Литовской Федерации, поехали в Литву. Там все играли спарринги уже наши, и со второй командой. Очень хороший спарринг, потому что сборная Литва в дивизионе заняла 4-е место. Это для них очень хорошо. И мы начали готовиться без наших сборниц, которые уехали на чемпионат Европы. Вот. Ну, я думаю, для наших девочек это тоже игровая практика была очень хорошая для повышения и спортивного мастерства, и наигрывания звеньев команды, и в целом. Так что, вот, и сборницы наши получили опыт на чемпионате Европы. Вот. И приехали 30-го числа был, с 30-го по 2-го февраля был третий тур чемпионата Республики. Вот. Конечно, накануне собрались с командой, обсудили, посмотрели видео, посмотрели ошибки, какие они делают, какие там у нас ошибки, на чем можно сыграть. Вот. И потом еще утром собрались, еще раз переговорили. Вот, конечно, волнение было, потому что знали, что можно, можно прииграть, но очень хотелось бы выиграть. Вот. И потому и настрой был очень такой, такой позитивный, можно сказать. Вот. Ну и, да, игра, не сказать, что сложилось, не очень хорошо для нас, потому что мы прииграли 1-2, но все равно очень сложная игра была, потому что мы первый забили, они нам ответили, и второй мяч забили, почему-то не засчитали. Не засчитали до сих пор, не можем понять, потому что сейчас вот несколько раз пересматриваем видео, и не можем понять, почему не засчитали второй угол. Ну, судьи, может быть, надеялись сохранить интригу подольше. Может быть, может быть. Вот. Ну, со счетом 1-2 мы проиграли, ну, с разницей в два мяча мы выиграли, да. Мы выиграли. Чемпионство, конечно, была большая радость, были крики охи радости, ну, и хорошее настроение, конечно. Этот матч надолго запомнится, и незабитый мяч, и то, что чемпионство решалось. Я хотела у вас спросить такой вопрос. Почему в Гродно не проходили туры? Первый и третий тур в Борисове, второй в Минске. А в Гродно почему нет, если учесть, что в Гродно одна из сильнейших команд все-таки чемпионата? Да, ну, действительно, потому что 20 лет уже подряд, то есть не подряд, а становимся чемпионами по эндорхоккею. У нас это больное место, наш зал, нас везде пихали, турили, выгоняли нас везде, потому что боялись за пол, за стены. Вот, я говорю, приютил нас сейчас Озерный, там теннисный корт есть, который, ну, хорошо, нормально, более-менее соответствует нашим параметрам игры. Вот, и мы надеемся, мы очень ждем, уже есть макет здания, Азот будет строить в Купалинке зал, вот, оздоровительный комплекс, где будет игровой зал для всех видов спорта, не только для эндорхоккея. Вот, и я думаю, что у нас уже будет зал, где мы будем уже принимать и чемпионат республики, и кубки европейских чемпионов. Ну, будет ориентирован на эндорхоккей все-таки, потому что у эндорхоккей немножко больше площадка должна быть, да, и еще же должны быть по требованию трибуны установлены дополнительные. Да, нет, будут трибуны, нет, он будет универсальный, этот зал, потому что мы уже смотрели, мы и макет посмотрели, вот, и там, и можно будет и в баскетбол играть, и в гандбол играть, и этот, и в футзал, то есть зал будет как раз для всех видов спорта. Вернемся опять же к игре чемпионата. Кого можете отметить, игру кого можете отметить, кто показал себя лучше? Я, наверное, всех бы выделила девочек. Вот, в первую очередь, это нашего вратаря Таню Кечень, которая в этом сезоне, вот она, мы играли в международный турнир «Подмосковные вечера», она там получила приз лучшего вратаря. Вот, и вот от этого идет вот этот дух ее. Вот, и как я всегда говорю, что чем надежнее играет вратарь, тем надежнее играет защита. Чем надежнее играет защита, тем надежнее играет нападающий. И легче нападающим играть, забивать голы. Вот, и потому, вот, наверное, сразу же, вот, Таня настроила всю команду на игру, потому что она первый мяч взяла, вот, и девочки почувствовали ее уверенность. И начали тоже уверенно играть. Вот, так же, как и Маша Галиновская, Вероника Пехтерева, Ольга Шентарь, Надя Силицкая, Олеся Васильева, Настя Томоль, Света Богушевич, Наташа Стефуткина, Мария Корж. Вот те девочки, которые вот ковали победу, которые заняли первое место. Ну да, была бы возможность, мы перечислили, конечно, всех. Но, в общем, составом довольны или кого-то не хватает? Нет, именно на Эндор как раз составом довольны, это показал и чемпионат республики. Вот, на всех местах каждый, каждый есть. А нас, тем более, сейчас вот новые правила, и играем... Меньше, меньше команда. Да, играли раньше пять человек, шестой вратарь, а сейчас четыре. Вот, и потому, естественно, и физподготовка совсем другая, и тактические схемы совсем другие. Уже нет такого момента, когда вот защитник мог играть по пять, по шесть минут. Сейчас и защитник может выдержать только две минуты, потому что он же и нападающий, он и защитник. То есть нет чистых нападающих, чистых защитников. Все играют, все на любом месте могут сыграть. Ну, вот новая схема, она больше плюсов или минусов принесла? Мы между тренерами разговариваем об этом. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, а ваше мнение? Ну, мы первыми стали, мне нравится. Ну, тоже, скажем так, это хорошо. Может быть, и это повлияло, меньше людей надо меньше задействовать. Но вы говорили, что для Эндор хоккея составом довольны. Ну, скажем так, что первоочередное у нас, наверное, не Эндор хоккей, а все-таки хоккей на траве, на свежем воздухе. Там хватает состава? Довольны? Там хватает состава только потому, что вот уже девочки наши, те, которые были в декрете, уже возвращаются, уже потихонечку начинают набирать форму, набирать силы. И потому вот их ждем. Вот Ира Казачевка, Аня Басаревская, вот-вот-вот должны прийти, я думаю, на Большой Поляне, они уже составят некоторым даже конкуренции. Будем играть. Ну, сейчас у вас маленький перерыв, скажем так, отдохнете немножко, примете все поздравления, отпразднуете. И когда начнете тренироваться? Ведь скоро все-таки уже чемпионат по хоккейной траве на открытых, скажем, кортах. Да, где-то через пару дней мы уже начинаем тренировки по хоккейной траве. Так быстро? Всего пару дней? Да, пару дней, потому что с 1 апреля у нас начинается чемпионат республики, потом кубок республики. Ну и наши, наверное, тоже самые главные игры, это кубок европейских чемпионов в Италии, который будет проходить с 6 по 9 июня. Вот к нему надо подготовиться, потому что там очень сильные и хорошие команды будут играть, и не хотелось бы сыграть там плохо. Вот, так что есть к чему готовиться. Ну, кто является самым грозным соперником в чемпионате или, может, не в чемпионате, вот в этом году, кого опасаемся мы немножко? Ну, немножко опасаемся, опять-таки, Минск, потому что Минск собрал всех лучших игроков и с Смолевич, и с Барановичей, вот, с Украины. Вот, и Голландка у них играла, вот, а мы стараемся играть только своими игроками, своей детской спортивной школой. И потому, наверное, в первую очередь они нам будут составлять конкуренцию. А второе место, скажем, потому что, ну, Минск, мы уже знаем по индор-хоккее, что Минск грозный соперник. А кто идет, скажем так, на втором месте по... Те же Смолевичи, Смолевичи, Барановичи. Вот, так что есть конкуренция. Ну, сейчас вы несколько дней отдохнете. Надеюсь, девочки успеют отдохнуть. Как у них настроение? Нет ли в травм? Все ли здоровы? Я думаю, что девочки успеют отдохнуть. Травмы есть незначительные. Вот, я думаю, что где-то недельку-две должны восстановиться. Вот, так что... Вот, самое главное, это я думаю, что мы будем еще немножко подождем наших декретов, которые должны выйти с отпуска. Вот, и будем вместе тренироваться. Ну, вот заговорили вы про декреты. Коллектив женский, это накладывает свой отпечаток. Может быть, кто-то собирается в декрет? Ой, собирается. У нас уже есть и Даша Данилович, и Маша Корж Типун. Вот, так что... Они уже готовятся. Две, Ира Казачок и Аня Басыревская приходят в команду, Маша и Даша уходят. Ну вот, взаимозаменяемые. Они, наверное, у вас график висит, да? Нет, графика нет. Я бы очень хотела графиков, вот, но нет, такого у нас нет. Жаль, было бы полезно так. Раз, распланировались. Но, надеюсь, скоро они присоединятся к команде, те, кто уходят, те, кто приходят, быстро вольются, быстро примут нужную форму, и вы будете дальше идти к чемпионству. Ну, вы уже говорили сегодня то, что очень часто на тренировки влияет, то, что вызывают сборную. И в этом году на чемпионат Европы из Гродно ездило 6 спортсменок. Это довольно большое представительство, если учесть, что всего ездило 12 спортсменок. Кто они, эти, скажем так, девочки, которые защищают честь страны? Ну, это, в первую очередь, Ольга Шентарь, капитан команды, команды и ритма, и капитан команды сборной Республики Беларусь, Надежда Селицкая, Света Бугушевич, Наталья Стефуткина, Мария Глиновская и Татьяна Кичин. Ну, и как вы оцениваете выступление нашей страны? Ну, раньше мы лучше выступали. Сейчас девочки привезли шестое место. Но задача, может быть, даже выполнена, потому что попали на чемпионат мира. Ну, я скажу, что мы раньше лучше выступали. У нас было и второе, и третье место на чемпионатах Европы. Ну, посмотрим. С чем связываете, скажем так? Ну, пока не знаю, потому что нет ни видео, и пока не отчитывался главный тренер перед нами, перед Федерацией, перед Президиумом Федерации. Так что, пока даже не скажу. Ну, скоро вы, наверное, узнаете, перед вами читаете, посмотрите видео, оцените работу своих подопечных. Ну, мы поговорим с представительницей сборной Беларуси чуть позже. А сейчас пожелание болельщикам, может, какое-то обращение? Я бы хотела поблагодарить, в первую очередь, наше руководство завода, Маянова Константина Павловича, Михаила Варфоломеевича Кравченко, Виктора Ромальдовича Русака за поддержку, за понимание, за терпение, вот, за веру у нас. Председателя профсоюза Кроватского Геннадия Мячеславовича, вот. Вот. Детско-спортивную школу, тренеров детско-спортивной школы, которые готовят нам смену, вот, и, естественно, болельщикам. Рады, что приходите к нам в зал, очень рады, что вы приходите к нам на стадион, болеете за нас и верите нам. Спасибо, Нина Ивановна, за интересную беседу. Желаю вам и Ритмозоту побед, побольше побед, чемпионства. И, конечно же, чтобы на международной арене вы хорошо выступали. А мы, как всегда, будем болеть только за наших. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. А с вами, дорогие телезрители, я не прощаюсь. После небольшой рекламы мы снова встретимся в студии. И нашей гостьей будет капитан команды Ритмозот и сборной страны Ольга Шантарь. Сегодня мы говорим о хоккее на траве и, в частности, про чемпиона страны Гродненский Ритмозот. Сегодня у нас в гостях капитан команды Ритмозот и сборной страны Ольга Шантарь. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Как настроение после получения чемпионства медалей золотых? Настроение всегда великолепное, так как, когда стоишь на самой высокой ступеньке пьедестала, всегда приятно и настроение, скажем так, зашкаливает. Как готовились? Как пришла подготовка? Сложно было? Легко? Ну, скажем так, всегда готовиться не так легко. Были у нас и спарринги, ездили мы и в Литву, и в Викторосталь. Готовились активно, в принципе, как и каждый год. Ну, вы капитан команды, вы главный помощник тренера, можно так сказать. Как настраиваете девочек на поле? Что говорите им? Ну, у нас есть свои такие, скажем так, командные ритуалы. Ну, и само собой, моральная поддержка, где-то командный дух, он в большей степени помогает на игре. Как вы, в общем, можете оценить работу, скажем так, и выступление вашей команды на чемпионате? Все получилось? Отлично, великолепно. Да, конечно, немножко, скажем так, третий тур мы уступили своему главному фавориту. Но, однако, мы нашли силы, нашли в себе, как говорится, старания и перешагнули эти все невзгоды. И мы на самой высокой ступеньке пьедестала. Ну, скажем так, третий тур был сложный, да? Ну, как в целом, оцените, все получилось или что-то не получилось все-таки? Ну, я думаю, что если мы на первом месте, как говорится, не будем вспоминать, если где-то что-то не получилось, я бы оценила на все 100%, что все выложились до последней, как говорится, секунды, все боролись. И всем большое спасибо, кто принимал вообще участие и хоть чуточку, как говорится, переживал, болел за нас. Нам, скажем так, это очень помогло. Что было самым сложным? Вообще в чемпионате или, может быть, в каком-то матче? Ну, самое сложное, это наша основная игра с нашим основным соперником Минск. Так как мы знаем, он в том году очень сильно усилился. Вот, шесть игроков ведущих перешли из Смолевической Виктории, так как раньше у нас был основной конкурент Смолевической Виктории. Вот, там в связи со своими какими-то обстоятельствами шесть игроков основного состава перешли за Минск. Вот, ну и Минск укрепился еще легионерами, украинкой, голландкой. Вот, и скажем так, что для нас это было еще тяжелее играть с соперником. Ну, по крайней мере, мы настраивались на каждую игру, и мы знали, что так просто игра не пройдет. В этом году вы в составе сборной Беларуси ездили на чемпионат Европы. Как можете оценить выступления нашей команды? В целом, в целом, я бы сказала, что немножко неудачно мы сыграли. Хотелось, конечно, привезти медали, так как на чемпионатах Европы мы уже не раз были с медалями. Мы два раза становились серебряными призерами Европы. Один раз бронзу брали. Что-то, наверное, не получилось у нас с первой игры. Где-то как-то что-то не пошло. Ну, в целом, одно единственное, немножко успокаивает то, что мы завоевали путевку на чемпионат мира. Скажите, ну чего не хватает Беларусу? Ну чего не хватило в этом году? Как бы и играем, и форма у нас такая же, и клюшки у нас такие же. Все такое же. Чего не хватает? Ну, не знаю. Мне кажется, что касается сборной, нам не хватает сыгранности, потому что мы собрались, игроки со всей Беларуси, и у нас только был пятидневный сбор. За пять дней, как правило... Сложно выучить имена, а тут еще и учиться. Ну да, как правило, за пять дней друг с другом наиграться, где-то что-то, это, скажем так, вообще нереально. Ни одного спарринга не было, ничего. Я думаю, что если бы хотя бы какой-нибудь, хоть один турнирчик был бы, я думаю, у нас результат был бы намного выше. Ну, а вот чемпионат мира, выиграли путевку, надо же готовиться. Будет больше игр, будут спарринги какие-то, или мы опять поедем с чемоданов? Ну, я не знаю. В принципе, как говорится, это для нас уже будет третий чемпионат мира. На те два чемпионата у нас, да, были спарринги. Но сейчас очень многое будет зависеть от наших, как говорится, руководства, от министерства. Вот, как они предоставят нам какие сборы, какие спарринги. Вот вы побывали за границей, и не раз уж, и видели разные команды. И, я думаю, общались с большим количеством других хоккеисток, да? Не хотели бы поиграть за границей? Как любой спортсмен, наверное, хотела бы себя попробовать где-нибудь, в какой-нибудь Голландии, Германии. Это ведущие клубы. Вот. Ну, не знаю. Ну, если бы представилась такая возможность, подумали бы. Ну, да, скажем так, приглашения поступали, ну, что-то к дому поближе. Ну, вот опережайте мой вопрос. Я так понимаю, вы Гродненко. Да. И я больше чем уверена, что капитана сборной страны звали и Минск, и Смолевичи. И, если учесть, что у Минска, мне кажется, побольше денежек, они там вечно легионерок приглашают. Они, наверное, вас тоже звали. Патриотизм? Или просто не понравился контракт? Не, ну, честно, в первую очередь, наверное, патриотизм. Я очень рада, что я играю в ритме, ритм-азот. Это, не знаю, это моя мечта с детства, играть было в ритме. И у нас очень дружный, хороший коллектив. И, не знаю, мне кажется, я бы не променяла бы ни на одну другую команду. Ну, это очень хорошо. Спасибо вам за такой патриотизм и приверженность к Гродно. Ольга, помимо хоккея, помимо соревнований, сборов, должно же что-то быть отрадой. Чем увлекаетесь? Ну, в последнее время, как такового, нет у меня никакого, скажем так, особого хобби. Вот. Ну, в коем-то веке, скажем так, любила увлекаться... У меня коллекция была русских сериалов. Вот. То есть огромная коллекция. Киномановая, оказывается. Да, да. Безумно люблю смотреть русские сериалы. Ну, а так, в принципе, как такового хобби нету. Ну, вот мы узнали, хобби нету. Личная жизнь. Как протекает? Есть ли на неё время хотя бы? Ну, время всегда, как говорится, есть. Главное, чтобы было желание. Задам вопрос по-другому. Есть ли желание, приехав со сборов, собраться, одеть каблуки, юбку и пойти куда-нибудь? Желание есть всегда, но почему-то в большей степени тянет на спортивный такой какой-то стиль. А, туризм. Больше предпочитаю... Сплав на лодках, байдарке. Больше предпочитаю, да, такой спортивный стиль, как говорится, чем каблуки. Ну, хорошо, тогда такой встречный вопрос. Какие виды спорта вы уже попробовали? Футбол. Безумно люблю футбол. Вот. Волейбол мне очень нравится. Мы очень часто с командой играем на тренировках в волейбол, в футбол. Ну, и также люблю смотреть остальные все виды спорта, переживать, болеть за Беларусь. Ну, вот мы встретились, скажем так, во время самой жаркой поры Олимпиады в Сочи. За кого болеете? Какие виды спорта смотрите? В первую очередь болею за Беларусь. Вот. Биатлон. Я думаю, что все впереди. Медали нас ждут. И фристайл обязательно возьмет, и биатлон возьмет. Но так мне очень нравится смотреть фигурное катание. Рада за Россию. Великолепно. Выступают, поэтому... Церемонию открытия видели? Конечно. Понравилось? Очень. Что больше всего запомнилось? Ну, я не знаю. Наверное, все от начала и до конца. Какое-то вот... Сразу есть такое воспоминание, как много лет назад мы ездили на Всемирные игры. Тоже трибуны были забиты. Это своего рода как были мини-олимпийские игры. То вот как-то вот чувствуешь вот этот вот... Ну, как у любого спортсмена, огромное желание, как говорится, есть мечта попасть на Олимпийские игры со своей командой. Ну, Ольга, я вам могу только пожелать, чтобы ваша мечта сбылась, чтобы у вас все получилось. Также, чтобы вы нашли себе хобби, какое-нибудь увлечение. Не знаю, побывать на всех континентах или еще что-нибудь. Также, чтобы у вас все в личной жизни складывалось. Желаю вам побед, всего самого-самого хорошего. И спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. До свидания. До свидания. А с вами я не прощаюсь через несколько секунд о других новостях из мира спорта.